Саровчанка Одной из самых серьезных побед Марии Головиной стал финал всероссийского соревнования «Делай, как я». За несколько дней упорной борьбы за звание лучшего воспитанника военно-спортивного отряда страны Мария показала себя как настоящий боец. Из 80 человек девушка вошла в восьмерку лучших, которых отобрали в сборную России по военно-прикладным видам спорта. Мария за эти три года достигла больших результатов, стала одним из лучших капитанов в соревнованиях «Нежгородская зорница», стала трехкратным победителем этих соревнований, неоднократно ездила на дивизионные соревнования. Список побед и наград Марии Головиной можно перечислять еще долго. За три года воспитанница и командир «Барса» показала высокое мастерство в военно-спортивном искусстве. За многочисленные достижения девушка удостоилась бронзового нагрудного знака «Юноармейская доблесть» в третьей степени. Мария стала первой во всей Нижегородской области, кому присудили такую награду. С какой-то чувством гордости из-за себя, из-за своего отряда, из-за вообще нашу школу, наш город подходила к начальнику штаба, и для меня это было очень важно. И вот в момент как раз получения я поняла, что вот, все, моя юноармейская карьера, это, наверное, ее пик. Я добилась максимума чего могла в этой сфере. Свой успех Мария не приписывает только себе, но отмечает, что это заслуга и руководителя отряда, и всех его участников. Награда «Юноармейская доблесть» – это общая победа военно-спортивного отряда «Барс». Если бы не было этой команды, не было бы моих вот сейчас самых лучших друзей, моей второй, наверное, семьи, я бы не получила эту награду и никогда бы к ней не пришла. И это не столько моя заслуга, сколько заслуга моего окружения и моей команды. И хочу им сказать огромное спасибо, что вы дали мне такую возможность попробовать себя в таком движении, как юноармия, и добиться в нем таких успехов. Награждение Марии прошло в Нижнем Новгороде. Нагрудный знак «Юноармейская доблесть третьей степени» саровчанке вручили министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и начальник регионального штаба юноармии. Уже больше 20 лет на базе Центра внешкольной работы функционирует военно-патриотический клуб «Разведчик». Его воспитанники занимаются спортом и армейской подготовкой, учатся выживать в полевых условиях, ориентироваться на местности. Для этих ребят слова «патриотизм», «Родина», «История родной страны» имеют особое значение. Каждый из них однажды решил связать свою жизнь с военно-полевыми сборами, рукопашным боем, альпинизмом. Всему этому молодые люди учатся в военно-патриотическом клубе «Разведчик». В основном занимаемся десантной подготовкой, также ездим на Селиване по военно-прилотному искусству. В последний раз в Глазов ездили на Арсенал, очень понравилось. Ребята проводят по правде там всероссийские сборы, причем именно организуют союз десантников. В большинстве случаев такие вот. Ну, по крайней мере, то, что в Нижегородской области и в Удмуртии – две больших вещи. Разница прям. У нас вообще ничего не делается, там делается как бы очень хорошо. Александр занимается в клубе «Разведчик» четыре с половиной года. Сюда молодого человека привел двоюродный брат. У Александра есть мечта закончить школу и поступить в военное училище. «Научился я здесь очень многому. Например, тому же альпинизму. Вот мы ходим каждые выходные на пожарную часть, с вышки спускаемся. Да так еще на сборы ездим». Военный патриотический клуб «Разведчик» на базе Центра внешкольной работы существует более 20 лет. Сейчас его посещают ребята в возрасте от 5 до 18 лет. Заниматься спортом и армейской подготовкой юным армейцам нравится. У каждого есть любимые упражнения. Мне нравится делать жучка, прыгать на лестнице, делать кувырки. Мне больше всего нравятся кувырки и джамба, а еще приседания и пресс. Также в клубе ребята узнают историю нашей страны и активно занимаются спортивной подготовкой, учатся выживать в полевых условиях, ориентироваться на местности. Занятия у нас бесплатные, да, свободное посещение. Мы занимаемся с понедельника и включают в субботу. Мы очень рады, чтобы к нам дети приходили и мы с ними занимались. Посетить или стать участником военно-патриотического клуба «Разведчик» может каждый желающий до 18 лет. Достаточно просто прийти в Клуб здоровья на Силкино 10, дробь 1 или написать в сообщение группы. В бассейне «Дельфин» прошли городские соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. Участниками стали юноши, а организаторами мероприятия – девушки. У пловцов из бассейна «Дельфин» есть хорошая традиция – устраивать специальные ежегодные соревнования перед праздниками. В преддверии Дня защитника Отечества девочки-плавчихи и женщины-тренеры стали организаторами такого события для мальчиков. По итогу проделанной работы спортсменка выдадут удостоверение юного судьи. Мы взялись на две команды и меняемся, то есть, например, по стилю судьбы и по стилю судьбы другие девочки. Участие в таких городских соревнованиях дает возможность спортсменам выполнить разряды. Ребята не могут дождаться старта, чтобы выступить перед ровесниками, тренерами и родителями. Мы приглашаем всех сильнейших пловцов отделения плавания от старшей возрастной группы до группы обучения. Они у нас занимаются с сентября месяца, практически сейчас прошел период полгода. Хотелось бы посмотреть их результаты, которые мы вложили за эти полгода. В программу соревнования входили 50 метров вольного стиля, бутерфляя, кроли на спине и браса. Каждый спортсмен участвовал в двух личных дистанциях на выбор. Я занял первое место с результатом 25-32. Я считаю, это хороший результат. Я занимаюсь второго класса уже 9 лет. Я становился неоднократным призером областных соревнований. Городское соревнование, посвященное Дню защитника Отечества среди юношей, прошло успешно. Впереди женское плавание с мужским судейством. В Ледовом дворце прошла очередная игра в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею высшей лиги между ХК «Саров» и ХК «Спарта» из Вачи. На льду столкнулись два лидера регулярного чемпионата. Праздник 23 февраля саровские хоккеисты провели по-мужски, на льду. ХК «Саров» скрестило клюшки с еще одним лидером регулярного чемпионата – хоккейным клубом «Спарта» из Вачи. Хотя «Спарта» и стоит на высокой строчке турнирной таблицы, но идет вне зачета. Поэтому в плей-офф не попадет. Но все-таки соперники вели серьезную борьбу. Первый период закончился со счетом 1-3 в пользу Вачи. Настрой всегда боевой, тем более с «Саровым». У нас решался, как бы эта игра все-таки возглавит. У нас еще разница, одно очко. Поэтому настрой был боевит. Игроков достаточно было, просто реализовали свои шайбы, а дальше, по сути, от обороны играли и все. Во втором тайме каждая команда забила по еще одной шайбе, а закончили игру со счетом 3-6. Хоть половину третьего периода «Саров» и играл в большинстве, но нашим хоккеистам так и не удалось перехватить шайбы у соперника. Для «ХК» «Саров» это второй проигрыш подряд после игры с Павлова. Были в первом периоде моментики, надо было забивать пустые ворота, не попадаем, в обратку убегают, забивают. Поэтому второй вышли более-менее раскачанные какие-то такие, сразу получили две, а потом бросились спасать Россию. Ну, где-то не хватило мастерства, очень много удалений было, не реализовали. Хотя шанс был зацепиться при счете 5-2, делай 5-3, там удаление двойное 4 минуты, 5-4, и чем, как закончилось бы, неизвестно. Несмотря на поражение, «Саров» продолжает лидировать в чемпионате Нижегородской области по хоккею в высшей лиге. В рамках регулярного чемпионата теперь осталось еще две игры. 6 марта «ХК «Саров»» проведет домашнюю игру с командой из Княгинина. Уважаемые болельщики «Сарова», передаю огромный привет всем. Поздравляю с 23 февраля, желаю вам всего-всем самого хорошего. Редактор субтитров А.Семкин